Здравствуйте, уважаемые садоводы! Сегодня мы с вами поговорим об обрезке груши. Сегодня современный рынок предлагает нам большое разнообразие сортов, самых различных сроков созревания, а также различных форм плодоношения и формировки кроны. Одним из хитов последнего времени являются груши с компактной кроной, карликовые груши. Чем они так привлекательны? В первую очередь тем, что они занимают мало места у нас в саду, имеют очень оригинальный вид, но и плоды достаточно хорошего качества. Тем не менее, такие груши тоже требуют формировки, требуют ухода за собой, причем немножко специфического, который отличается от формировки груш с классической кроной, которую мы привыкли видеть у нас в саду. Итак, перед нами классическая груша, компактная, карликовая. Вы видите, что она уже вступила в плодоношение, имеет большое количество плодовых веточек. Но, тем не менее, здесь что можно заметить? У нее, помимо проводника главного, в роли которого выступила боковая ветка, имеются еще и конкуренты. В результате будет формироваться очень неудобная для ухода загущенная крона с риском разлома в дальнейшем, если мы оставим эту ветку в том виде, какая она есть. Поэтому, что мы можем сейчас с вами сделать? Первое, это внимательно осмотрим наше деревце на предмет наличия усохших, либо больных веточек. Их обязательно нужно удалить сейчас. Второе, что мы сделаем с вами, это уравновесим ее крону. Нам нужен один проводник, а не целых три. Конкурентов нужно либо удалить, либо перевести их на боковую веточку, которая ни в коем случае не будет составлять конкуренцию оставленному проводнику. Итак, приступаем. Удаляем все усыхающие или усохшие веточки, вырезаем их на кольцо, чтобы не оставалось ни в коем случае пенька. Видите, здесь уже полностью высохла древесина, осталась всего одна живая почка. Здесь даже поселились уже какие-то патогенные грибки. Поэтому все растительные остатки мы сразу после обрезки убираем и сжигаем, не оставляя их в саду, чтобы они не разносили инфекцию. Вот видите, к сожалению, некоторые компактные сорта груш не обладают должным уровнем зимостойкости. И суровые зимы в нашем климате подмерзают. Поэтому обеспечьте, пожалуйста, им хороший уход, агротехнику. И для посадки их желательно высаживать в места, где нет сильного ветра, где хорошее освещение, есть защита со стороны преобладающих ветров, северных, северо-восточных, откуда идет самый большой холод у нас зимой. Обязательно режущим лезвием к стороне, которая остается. Посмотрим крону на наличие еще сухих больных веточек и переходим сюда. Итак, мы видим, что он в нас получается, что роль проводника центрального стала выполнять боковая ветка. Для того, чтобы крона была более сбалансированной, желательно, чтобы проводник был естественным продолжением ствола. Поэтому мы аккуратненько вырезаем вот этого проводника на боковое ответвление. Так, давайте посмотрим с вами здесь. Обратите внимание, здесь в свое время проснулись одновременно две почки, которые стали конкурировать. Очень острый угол отхождения. Поэтому одну из этих двух веточек мы должны будем удалить. И обратите внимание, здесь вот верхушечка усохла. Поэтому оптимальным вариантом будет обойтись одним всего срезом. Допустим, не удалять вот эту и вот эту, а лучше сделать вот так. Очень много подмерших боковых веточек, которые, к сожалению, погибли. Их тоже нужно удалить. Так, здесь у нас, ой-ой-ой, да здесь погибших гораздо больше. В общем, придется нам вот эту удалять полностью. Видите, она не сможет вытянуть. Из-за подмерзания и большого количества сухих веток мы вырезаем ее вот здесь вот. Так, еще раз осматриваем. Вот здесь у нас еще есть сухая больная веточка. После того, как мы обрезали веточки, мы должны обязательно замазать все срезы. Потому что это естественные ворота для проникновения любой инфекции. Для замазки можно использовать садовую краску, садовый вар, бальзам, любое другое укрытие, которое закроет срез и не позволит проникнуть туда ни влаги, ни спорам патогенных микроорганизмов. Для замазки можно использовать не только садовую краску, но и масляную, особенно если она приготовлена на натуральной олифе. Масляная образует очень плотную пленку и надежно закрывает срезы. При этом при закраске можно использовать цветом краску, подходящую даже под цвет ствола, чтобы это не выделялось и не бросалось в глаза в дальнейшем летом. На этом с колоновидной игрушкой, с компактной, мы заканчиваем. В принципе, обрезка колоновидных растений заключается в том, чтобы соблюдать их естественную форму роста, колонны. При появлении ответвлений они либо вырезаются, боковые ветви, либо укорачиваются до длины 5, максимум 10 сантиметров и переводятся исключительно на плодоношение. На этом у нас все. Процветания вам и вашему саду. И до новых встреч. И обязательно подписывайтесь на наш канал Процветок. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok